Десногорск Малыши Десногорска Показали себя в игре Космобол С установлением благоприятных погодных условий В Десногорске разворачивается компания По ремонту дорог общего пользования В этом году первой на очереди стала дорога Н1 От въезда в город до поста ДПС В настоящее время там проводится фрезерование Изношенных слоев дорожного полотна А следующим этапом станет укладка нового асфальта Протяженность ремонта составит 1500 метров Работы проходят в рамках текущего контракта Который у нас заключен между Муниципальным бюджетным учреждением службы благоустройства И подрядной организацией дорожной Которые выполняют все работы в городе Росква В рамках средств, выделенных из Дорожного фонда Смоленской области Будут выполнены работы по укладке нового дорожного покрытия На автомобильной дороге Н18 Ведущей до деревни Сосновка Кроме этого, за счет средств местного бюджета Будет проведен ямочный ремонт и на других городских дорогах Н2 – это в районе Сбербанка автомобильная дорога Н4 – это которая у нас идет вдоль храма нашего Также точечно будут выполнены работы По остатку денежных средств Точечно будут выполнены работы по городу Работы проводит дорожная компания ДЭП-44 И открытое акционерное общество – управляющая компания Контроль за качеством ремонтных работ осуществляет учреждение службы благоустройства И комитет по городскому хозяйству Сроки везде у нас стоят в контрактах до 1.09 Но я думаю, что мы закончим гораздо раньше Я думаю, что в июле, в середине июля Я уже думаю, что работа наша будет видна Также в настоящий момент разрабатывается проект По капитальному ремонту автодороги Н3 Которая проходит от яхт-клуба до городского рынка Работы по замене слоев дорожной одежды И ремонт пешеходной зоны Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ Дети войны – так называют поколение Которое выросло на территории оккупированной Германии Во время Великой Отечественной войны И на особом месте те, чье детство прошло в концлагерях 1 июня 80 лет исполнилась жительница города Десногорска Бывшей несовершеннолетней узницы фашистского концлагеря В Десногорске комитетом солдатских матерей При поддержке администрации города Совместно с депутатами городского совета Общественными и муниципальными организациями Отделом социальной защиты Военным комиссариатом С участием юно-армейцев С благодарностью и заботой Регулярно проводятся мероприятия для ветеранов, узников и детей войны Для людей, прошедших ту страшную войну Очень важно чувствовать особое внимание Мы с огромным удовольствием поздравляем вас с этим юбилеем Желаем вам, конечно же, крепкого здоровья Успехов, счастья И быть всегда такой молодой, красивой и задорной Спасибо Мы от души нашим коллективам поздравляем с днем рождения Желаем вам действительно благоухать Также улыбаться Находиться в положительном, так скажем, состоянии, добром Вот, чтобы вы улыбались Ну, вообще, выглядите прекрасно Я не ожидал, честное слово Мне сказали, что 80, наверное, обманывают Специально для героини торжества Звучат военные песни от юно-армейцев Под них подарок от главы города Андрея Шубина Вручает его доверенное лицо Пресс-секретарь администрации Екатерина Хасько Я от его отца вас поздравляю с вашим юбилеем Берите, пожалуйста, цветы И вам на память, в памятный адрес Она родилась 1 июня А через три недели началась война Первые месяцы жизни Тамара Александровна Вместе с матерью и сестрами провела в концлагере В Рословле Об этом страшном периоде жизни Она помнит только по рассказам матери И маму угоняли А я отставалась в концлагере с бабушкой Бабушка была еще в концлагере А ее выгоняли работать, окопы копать И вот они один прекрасный день Копали окопы И говорят, выкопали мы окопы эти А потом последствия И говорят, ну что, раздевайтесь Мы, говорят, сразу поняли Что это раздевайся Мы больше не вернемся Первые личные воспоминания Сгоревший дом Послевоенные годы в землянке И выкопанные рвы Из которых брали скопившуюся дождевую воду По-человечески счастливой Она стала намного позже Приехав в Десногорск И поступив в хоровой коллектив Ивушка 25 лет я хожу в хор Отдала все Я в хоре отдаюсь все Первый голос у меня Глядя на эту женщину Трудно поверить в ее возраст Энергичная и жизнерадостная Яркая и изящная Она является собой Жизнеутверждающий пример Стойкости и оптимизма Ксения Ложкова Виталий Волков Александр Ерофеев Десна ТВ 1 июня в год Десятилетия проекта Школы Росатома Во всех атомных городах Прошел чемпионат по игре С необычным названием Космобол Как связаны космос и спорт Разбиралась наша съемочная группа В день защиты детей В детском садике Мишутка Прошел муниципальный этап Спортивного чемпионата Школы Росатома По космоболу 5 с плюсом Участие в нем приняли Малыши 5-7 лет Воспитанники Шести детских садов города Судейство провели Учителя физкультуры Школ номер 2 Номер 3 И номер 4 Надеюсь на то Что вы все получите Огромное удовольствие От соревнований Будете стараться Будете нести Четкое звание Вашего детского сада И обязательно победите Играть с мячом любит каждый ребенок Поэтому такой вид спорта Приходится малышам по душе Процесс игры напоминает Адаптированный под детей Гандбол Маленькие ворота И спортивная площадка Единственное, что отличало Игру от взрослого матча Ведь азарт и страсть К победе Не уступали взрослым После серии игр Первого круга Матчи строились По олимпийской системе Третье место В чемпионате По итоговому количеству очков Занял детский сад Теремок Серебряные медали Унесли воспитанники Садика Мишутка А золото И звание чемпионов У детского садика Ласточка Своими победами Ребята заслужили Право поучаствовать В следующих этапах Чемпионата И возможно им повезет Дойти до финального соревнования Которое пройдет В сентябре этого года В городе Лесном Советую вам тоже Сыграть в космобол Очень занятная игра Попробуйте Если не получится То ничего В следующий раз Главное не победа А участие Ксения Ложкова Александр Ерофеев Десна ТВ На этом выпуск завершен До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин